Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня с вами Илья, а на обзоре у меня будет люлька от компании Joy. Ее последняя модель iSnack 2, которая соответствует последнему стандарту безопасности iSize. Давайте рассмотрим устройство поподробнее. Заглянув внутрь, мы здесь можем увидеть все тот же вкладыш для новорожденного, который выполнен по стандарту iSize. То же самое касается и подколовника. То есть, что я имею ввиду? Это более плотное крепление малыша, как в зоне поясницы, так и в зоне головы. Малыш будет более плотно удерживаться в устройстве, что обеспечивает правильность, а главное безопасность в течение поездки. Ремни здесь выполнены в стандартном факторе трехточечном. Крепится все достаточно тоже просто. Вот таким вот образом. Совмещается и вставляется в пряжку. Регулировка ремней достаточно большая и позволяет разместиться здесь ребенку ростом от 40 до 75 сантиметров, по заявлению производителя. Отдельное внимание стоит уделить капору. Капор здесь большой, объемный и независимый. То есть, он не привязан к ручке, он у нас регулируется достаточно свободно и полностью закрывает малыша. Вот таким образом, что позволяет в процессе поездки избежать влияния солнца, солнышка или каких-то ярких источников света на младенца. Давайте рассмотрим крепление люльки. Крепить люльку можно как стандартно на ремень, так же можно поставить ее и на специальную платформу Isofix, так называемую базу. Для этой модели люльки подходит большинство вариантов баз от компании Joy. Ссылки на эти базы вы найдете в описании к видео. На ремень же люлька ставится стандартным способом. Вот так я ее размещу, чтобы вам более подробно было видно, как это производится. Вытягиваем ремень. Крепим его в зоне ножек малыша, вот таким образом, размещая под фиксаторы. Ремень вот здесь. Затем пристегиваем пряжку. И затем заводим ремень за подголовник, для того, чтобы зафиксировать люльку полностью. Здесь фиксатор у нас находится уже в зеленом цвете, что еще раз указывает на то, что люлька соответствует стандарту Isofix. У всех устройств Isofix он будет уже зеленого цвета. Вот таким образом вставляем сюда ремень, выравниваем люльку, подтягиваем ремень и начинаем ваше безопасное путешествие. Вот таким образом это все ставится. Напомню, что ручка при установке на ремень должна быть обязательно в поднятом верхнем зафиксированном положении. То есть это дополнительный контур безопасности в поездке. Отдельное слово стоит сказать про ткани. Капор здесь выполнен водонепроницаемый. И все ткани на люльке идут съемные, чтобы их можно было легко почистить, постирать. Но здесь стоит обращать внимание на то, что чистку необходимо выполнять при температурном режиме до 30-40 градусов и лучше в ручном формате. Либо в режиме деликатной стирки, потому что если температуру поднять, ткани могут подсесть, обратно они уже не оденутся. Пожалуй, на этом все. Желаю вам безопасных поездок и до новых встреч! Продолжение следует...